Добрый день, дорогие друзья! С вами Forbes Digest. Ты – то, что ты ешь. Это выражение часто используют диетологи, когда призывают нас питаться правильно. Но как составить свой рацион, чтобы быть успешней? В 1917 году, в год революционных событий в России и основания журнала Forbes в США, поэт Владимир Маяковский писал «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй». Такие стандарты немного устарели. Сегодня поговорим о том, что едят миллиардеры и как питаться, чтобы стать или хотя бы притвориться участником списка Forbes. В этом выпуске вас ждут любимые блюда миллиардеров и их диеты. Вы узнаете, что предпочитают есть самые богатые люди мира. Участник российского списка Forbes Давид Ян приготовит обед, миллионер Костригин – зеленый чай. Ресторатор Владимир Перельман расскажет историю о том, как встретил у себя в заведении миллиардера Романа Абрамовича и что тот заказал. Дочь ресторатора Аркадия Новикова Александра о правильном питании, вегетарианстве, веганстве, палео и других диетах. Приятного просмотра! В январе исполнительный директор Twitter Джек Дорси, 343 место в глобальном списке Forbes, с состоянием 5,1 миллиардов долларов, рассказывал, что играет с голоданием и ест всего один раз в сутки. Это не первый раз, когда Дорси раскрывает детали своей необычной диеты. В 2012 году он отмечал, что обедает двумя вареными яйцами с соевым соусом каждый день. Какое-то время Дорси был вегетарианцем, потом следовал палео-диете, питался только необработанной пищей, подражая людям каменного века. Мы спросили об этом основательницу проектов How to Green и How to Eat, по совместительству дочку известного ресторатора Аркадия Новикова Александру. У Саши уже целых две свои компании. How to Green – это портал о правильном питании, здоровье, рецептах и How to Eat. Доставка рационов, питание для всех типов диет, без использования рафинированной муки, сахара, консервантов. У тебя папа – легенда ресторанного бизнеса. Он как питается? Какая у него диета? Он ест там мясо? Слушай, он на самом деле ест супернатуральной продукцией, все-таки как ни крути, да, там, если мы говорим даже о том же мясе, это качественное мясо, он все равно ест овощи, он обожает авокадо, и он уже даже потихонечку начинает прислушиваться к моим каким-то там, не знаю, заменам в сиропам и так далее. Мне кажется, это потихонечку захватывает, наверное, всех. Я пробовала все. Я была вегетарианкой, я была веганкой, палео я пробовала, кето пробовала, что только не пробовала. Но это все было достаточно давно, и я пришла к тому, что все-таки, по крайней мере, если говорить о мне лично, то мне нужна сбалансированная диета без излишних каких-то запретов. И, наверное, не только мне. В целом, если говорить о людях, все абсолютно разные. Кому-то может, так правда, подходить веганская диета, вегетарианское, палео, они должны чувствовать по своему самочувствию. А говорить, что всем нужно сидеть на одной и той же диете или делать то, что делаю я, или Билл Гейтс, или кто-то еще, я считаю, что неправильно. В целом, есть определенные стандарты питания, да, то есть мы говорим просто о цельной натуральной продукции. И я всегда агитирую людей, есть как раз-таки не Макдональдсы, не Сникерсы, а натуральную еду, овощи, фрукты, цельнозерновые, крупы, культуры, морепродукты. И, конечно, стараться в Москве, в России в целом это сложно, но стараться выбирать продукты без пестицидов органически, если есть такая возможность. Твои три любимые блюда. Есть вот всегда какие-то блюда, которые сейчас вот более актуальны. Мне кажется, там какое-то время в Москве было модно там азиатская кухня, сейчас, мне кажется, это авокадо-тост. Самое модное блюдо авокадо-тост и яйцо-паршот. Ну, если честно, я просто, я не знаю, это какой-то сдвиг на авокадо-тост. У меня лично 100%, я могу есть его каждый день, если не несколько раз в день. Что еще? Поки мне очень нравятся. Тунцом, с лососем. С лососем. С лососем. Да. Может быть, напиток какой-то? Это смузи, это кофе, это органический кофе, цикорий. Обожаю кофе, точно. Ты не отказываешься от этого? Нет. Ну, какой кофе? Миндальный, кокосовый? Нет, я просто пью американо, но я очень люблю кофе, поэтому вот этот именно артизин. У нас очень много теперь кафешек, которые делают классный, качественный кофе, я прям обожаю. Я сама тоже делаю. У нас продаются даже органический кофе в Москве. А ты ограничиваешь количество кофе в день? Да. Три кружки, одну кружку? Одну? Всего одну? Две максимум, потому что все-таки есть, да, крайность, которую не стоит пересекать. Ричард Брэнсон, состояние 4,1 миллиарда долларов. Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон пьет около 20 чашек чая в день. Ест фруктовый салат или мюсли. Иногда может позволить себе лосося. Для нас лосося готовил номер 200 в российском списке Forbes Давид Ян. Мы вначале обжариваем орехи грецкие. Мы будем готовить совершенно без соли. Несколько лет назад я написал книжку, которая называется «Теперь я ем все, что хочу». Это книжка про то, что существует 4 продукта питания, на которые мы подсаживаемся с детства, как на наркотики. И эти 4 продукта питания, на самом деле, создают, наверное, наибольший склад в различные неприятные, иногда смертельные болезни, которыми мы болеем. Это соль, сахар, мука белая мелкого помола и насыщенные жиры. Книжка про то, как можно изменить свои вкусовые привычки и избавиться от зависимости от этих 4 продуктов сегодняшнего блюда, оно в какой-то мере об этом. Ещё примерно 4-5 минут, и это готово. Свежий шпинат, слабо обжаренная рыба, в основном у нас сделана на пару. Орехи создают такой терпковатый вкус. В качестве соуса, или соус бора-бора, или индийский чатни, рыба, она такая жирноватая, поэтому она должна быть скомпенсирована кислотой. Джефф Безос. Состояние 131 миллиард долларов. Самый богатый человек в мире, основатель Амазон, Джефф Безос, на завтрак ест здоровую пищу, без жирных полуфабрикатов. Впрочем, однажды гастрономические предпочтения миллиардера удивили всех. На одной из деловых встреч Безос заказал средиземноморского осьминога с картошкой, беконом, йогуртом из зелёного чеснока и яйцом пашот. По обедам Безос использовал выбранное блюдо в качестве метафоры стратегии Амазон. Вы – осьминог, которого я ем на обед. Когда я смотрю в меню, вы то, чего я не понимаю, чего никогда не пробовал, заявил миллиардер-собеседнику. Мы спросили о сложносочнённой кухне и предпочтении столичной публики – ресторатора Владимира Перельмана. Я, во-первых, вчера тоже заказал себе осьминога и должен сказать, что сейчас осьминог – это какой-то прям бестселлер среди рыбных блюд ресторанов наших, мне кажется, городских в том числе. Причём стоит он довольно-таки дорого. Вообще, после санкций все импортные продукты, естественно, подорожали в рублёвом эквиваленте. И вообще мало что можно достать. Мы, например, рыбу, чтобы привезти в наш ресторан «Рыба моя», открыли собственную компанию и сделали техимпорт из Марокко. Логистическую компанию, думаешь, да? И потратили огромное количество сил и времени на это, потому что мы пытались вернуть такие докризисные рыбы, широко распространённые в малом количестве ресторанов. Например, тюрбо, если помнишь, такая была рыба. Существовала ещё санкьер, пагор, солнечных. Много таких интересно классных рыб, которые часто встречаются на Средиземноморском побережье. И вот сейчас мы пытаемся вернуть этот тренд на такую дикую классную рыбу. Она довольно-таки дорогая. В Москве она стоит, ну, у нас, наверное, самая минимальная цена – это 550 рублей за 100 граммов. То есть килограммовая рыба стоит 5,5 тысяч. Ну и там доходит, например, за японскую рыбу кинмендай 8,5 тысяч рублей за килограмм. Я знаю, что ты продаёшь устрицы в очень большом масштабе. Да, я устричный магнат, конечно. Да, и такая еда ассоциируется с очень богатыми людьми, с буржуазным образом жизни. Расскажите, сейчас-то многие себе могут позволить вообще, почему такой бум на устрице – это трендовое блюдо? Слушай, мы сделали абсолютно феерическую вещь. Когда мы только открывали 6 февраля того года рыбу мою, мы сделали устрицу по 150 рублей из Новой Зеландии. И это уникальная цена, это 2,5 доллара. Мне кажется, по этой цене и в Европе, и в Америке не всегда так купишь устрицу. И она летит на самолёте, это свежайший продукт. И таким образом мы смогли приучить к устрице практически все слои платёжноспособного населения. Мы говорим про средний класс и выше. И задали новый тренд. То есть последние несколько лет мы торгуем огромным количеством устриц. И более того, начали работать ещё с благотворительными фондами. Например, с фондом Константина Кабинского. Перечисляя с каждой проданной устрицы 10 рублей. То есть наши гости и мы вместе с ними участвуем в таких благих делах. При этом едим роскошные продукты за не очень дорого. Это, по-моему, классная история. К вам захаживают какие-нибудь очень богатые бизнесмены? Может, из списка Forbes кого-то замечал, что они заказывают? Какую еду? Там домашние котлетки или что-нибудь? Вау-блюдо, как девочки для Инстаграма. Я видел в нашем ресторане Романа Абрамовича. Вот, по-моему, он Forbes. Да, по-моему, он тоже Forbes. Вот, и он отказался сесть в какой-то отдельный приватный кабинет. И сел прямо у открытой кухни за столами, о которых я больше всего сомневался. Потому что они такие, как лавки, такие троллейбусные. Очень простые, очень европейские. Как у бара, да, когда сидят? Да, ну, то есть они высокие, и ты сидишь прямо у кухни, там громко, шумно, самая такая беготня, очень классная атмосфера. Он не заказывал дорогих вин, около 5000 рублей стоила бутылка. И для нашего ресторана это ординарное вино абсолютно. Заказал всю нашу дикую рыбу, которую обычные гости всегда тоже любят и заказывают. И не было никакого барского гуляния. То есть это было очень деликатно, интеллигентно и с народом. Дико понравился мне этот визит, это круто, потрясающе. Марк Кьюбан. Состояние 4,1 миллиардов долларов. Миллиардер Марк Кьюбан на завтрак предпочитает чашку кофе и печенье. Компания Alesis Cookies с высоким содержанием протеина и минимумом углеводов. Печенье так сильно понравилось инвестору, что он вложился в компанию, которая его производит. Российский миллионер, занимающийся в том числе производством печенья, Дмитрий Костыгин в своем рационе обязательно употребляет зеленый чай. У меня тут есть всякие вот эти отвары там, всякое это самое, всякие корешки и прочее. Порчик есть неплохой там. Нет, чай вообще любой подразумевает, конечно, церемонию. Любой. То есть его так надо, конечно, потихонечку заваривать, там всю эту воду. Билл Гейтс. Состояние 96,5 миллиардов долларов. Основатель Майкрософт Билл Гейтс не фанат здорового питания. В день он выпивает 3-4 банки диетической колы. Если вы обедаете с Биллом, значит вы едите физбургеры. Кого-то обязательно пошлют за пакетом из Макдоналдс. Думаю, Мелинда не позволяет Биллу есть их дома. Говорил управляющий директор Гейтс Фаундэйшн Джо Сэрол. Однажды Билл Гейтс даже отстоял в очереди за бургером и стал народным героем. Миллиардер взял большой гамбургер, картошку и колу. Обед обошелся ему всеми 6 долларов. На завтрак, по словам Гейтса, он предпочитает шоколадные хлопья. Впрочем, его жена Мелинда утверждает, что миллиардер не завтракает совсем. Российскому миллиардеру Игорю Рыбакова жена готовит сырники. Я обожаю сырники. Я их ем в разном виде, с яблоками, со сгущенкой, с вареньем. Я сырники ем на завтрак, на обед и даже на ужин. И я всегда, когда куда-то приезжаю, говорю, дайте мне сырничку. Стив Джобс. Основатель Эппл, Стив Джобс, мог неделями есть только морковь и яблоки, а иногда переходил на фрукторианство. Употреблял в пищу только семена, орехи и зерна. Мог не есть целыми днями, чтобы вызвать у себя чувство эйфории и экстаза. Эппл просто и утонченно. И в телефонной книге будем передотаривать. Да, звучит намного круче, чем пазыр лучевой компьютеры. Илон Маск. Состояние 22,3 миллиардов долларов. С утра основатель Тесла и SpaceX Илон Маск съедает один батончик Марс. Обеду Маск тоже не уделяет большого внимания. Он за пять минут поглощает все, что не принес бы ему ассистент. По-настоящему Маска волнует только ужин, за которым он часто проводит деловые переговоры. Предпочитает французскую кухню и барбекю. Ты должен быть милой. Извините? Ты Илон Маск. Я. Что ты делаешь здесь? Я беру пищу. Марк Цукерберг. 62,3 миллиарда долларов. В 2011 году гендиректор Facebook Марк Цукерберг ставил над собой эксперимент. Ел только мясо животных, которых убил сам. Пришедшему к нему в гости Джеку Дорси он предложил пообеды к недавно убитой козой. Тот отказался, потому что она была холодной и ограничился салатом. Помните, у нас был выпуск про Тиндер, Баду, Бамбл и другие сайты знакомств. Мы с Артуром Хачияном немного затянулись с результатами конкурса. Но сейчас готовы назвать имена пяти счастливчиков, для которых Тазерас проведет персональное исследование и найдет идеальных кандидатов для знакомства. Победители конкурса Александр Зиновкин, Валерия Фомина, Рек Элбемент, Слип Као и Грант Абрагян. После такого сочного контента, конечно же, хочется перекусить. И мы приготовили для вас бесценный подарок. Новый номер журнала Forbes Live. Так совпало, что на июльской обложке Давид Ян, номер 200 в списке Forbes. Давид Евгеньевичу 51 год. Но вы точно ему столько не дадите. Он говорит, что во многом на такую форму влияет его система питания. Он даже написал об этом книгу. Теперь я ем все, что хочу. У нас есть эта книга в одном экземпляре и даже с подписью и автографом автора. Новые номера Forbes и Forbes Live плюс книгу Давида Яна с подписью автора получит тот, кто в комментарии под этим видео напишет рецепт блюда для тех, кто хочет попасть к нам в рейтинг. Оно должно быть вкусным, полезным и быстрым в приготовлении. Оставляйте комментарии, редакция выберет самый лучший и отправит вам подарок. Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть. Всем известная цитата Сократа. Он, конечно, попал абсолютно в точку. Не надо забывать, что еда это в первую очередь инструмент, как и Forbes инструмент капиталиста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok